Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии я, Валерия Муратова. Наша команда подготовила для вас свежие новости из мира студенчества. Итак, сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Казанской ратуши прошла встреча мэра Казани Ильсура Медшина со школьниками-призерами заключительного этапа всероссийских предметных олимпиад, а также ректорами университетов и директорами институтов и школ города. Модератором беседы выступил студент 4-го курса института химии имени Бутлерова Казанского федерального университета Булат Курамшин. Ожиданий довольно много, на самом деле. Это первая такая встреча, когда я был школьником-олимпиадником, у нас таких встреч, например, не было. Эта встреча, поскольку здесь есть и мэр, и ректора вузов, и директора институтов КФУ, и одновременно школьники-олимпиадники, здесь есть большая возможность посредничеством мэра фактически связать школьников с вузами. Потому что у школьников-олимпиадников очень часто не хватает вот этой связи с вузами, чтобы больше и более эффективно готовиться к олимпиадам. Я надеюсь, что результатом встречи практическим будет именно это. В этом году победителями заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников стали 9 учеников лицея имени Лобачевского КФУ и 6 учеников IT-лицея университета. Кроме них, встречу посетили первый проректор Казанского университета Риас Минзарипов, директора институтов КФУ, а также директора лицеев Тимир Булат Самирханов и Елена Скобельцина. Присутствующие в зале успели затронуть множество важных вопросов. От доступности предметных олимпиад для учащихся небольших школ до размеров выплат их победителям и других стимулов участия в них. Почему в преддверии Нового года? Потому что вот всех надо было собрать. И я рад, что такая встреча состоялась. Мы хотели бы в рамках сегодняшней встречи в режиме, в формате диалога поговорить о том, как мы живем, как мы достигаем этих результатов и как мы сможем еще больших результатов вместе добиться. Одной из важнейших проблем, поднятых на встречу, стал вопрос подготовки школьников к олимпиадам в специализированных лабораториях. В школьных лабораториях есть оборудование для школьного эксперимента, в школьных лабораториях не хватает оборудования для эксперимента олимпиадного. Это немножечко другой уровень. Я точно знаю, что Ильсур Раисович эту мысль принял, что эта мысль, она, что называется, запущена в некоторую обработку, так скажем. Подводя итоги встречи, Мара особенно отметил социальную важность проведения региональных и всероссийских этапов предметных олимпиад, а также участие в них учеников казанских школ. Почему мы хотим и российские олимпиады сюда, там, этапы, полоски каких-то завести? Чем больше людей, талантливых, разных, предприимчивых, желающих изменить свою жизнь вокруг себя, приедут в Казань и станут нашими жителями, тем палитра города будет красочнее. Камиль Гемоздинов, Виолетта Басова, Универньюс. Можно ли заменить американские композиты для российского самолета МС-21, поставка которых была запрещена из-за антироссийских санкций, и как могут помочь в этом ученые Казанского федерального университета, смотрите в нашем сюжете. Казанского федерального университета Он был собран из композитов, которые не производятся в России, а производятся в Японии и США. Таким образом, оно становится более прочным и легким. Но когда проект закрыли санкциями, самолет остался без крыла. Сейчас же в России пытаются развернуть производство таких композитов, но теоретически такое открытие, как графен, также может быть использовано для его создания. У нас что такое самолетное крыло? Это углеволокно, то есть карбон, которое пропитано, будем так говорить, вот этой эпоксидной смолой или какой-то еще смолой. И чтобы улучшить, будем так говорить, механические качества этого крыла или этого материала, нужно увеличить адгезию между углеволокном и полимерной матрицей. А вот оксид графена, с которым мы работаем, это же тоже карбон. Он, с одной стороны, кислородный карбон, а с другой стороны, у него есть там такие домены чисто углеродные. И вот мы, кстати, давно про это думаем, надо только начинать это воплощать в жизнь, что, может быть, вот эти добавки оксида графена в эту смолу как раз способны увеличить вот эту адгезию между смолой и углеволокном. В данном случае оксид графена будет промежуточным слоем. Это может сработать. Кроме того, было обнаружено, что введение оксида графена меняет реологические свойства некоторых эпоксидных смол. Эти технологии могут использоваться, в частности, в изготовлении припрегов, композиционных материалов полуфабрикатов. Вот все вот эти композиты, которые, ну, если они в самолетном крыле, то, может быть, в каких-то других конструкционных деталях, каких-то других машин, однозначно могут использоваться. Здесь вот, если эту область дальше разрабатывать, так вот, целенаправленно, то, может быть, на что-то, конечно, можно и выйти. Более подробно ознакомиться с темой можно в передаче «Смотрите, кто пришел» на сайте Казанского университета. Валерия Муратова, Универньюс. Клуб веселых и находчивых не перестает нас удивлять. Очередной фестиваль прошел 20 декабря. Участие приняли четыре команды из разных городов Татарстана. Юбилейная игра оказалась интересной и захватывающей. Об этом наш следующий сюжет. 20 декабря в культурно-досуговом комплексе имени Ленина состоялся финал официальной лиги КВН «Республика», в котором приняли участие четыре команды. КВНщики со всего Татарстана мерялись шутками в нешуточном бою. Команды из Казани, Альметьевска и Нижнекамска боролись за победу. Юмористы шутили на самые актуальные темы, но, как оказалось, можно и школьные сбитые истории преподать по-новому. В рамках игры было сыгрено четыре конкурса – приветствия, конкурс капитанов, разминка и музыкальное домашнее задание. Друзья, перед вами команда «Колад экипаж». И, ребята, у меня хорошая новость. Мы выступаем без Дениса! Да кто? Почему меня никто не предупредил, что мы выступаем без Дениса? В тот день игры оценивали Георгий Гатаулин, бессменный председатель жюри КВН «Республики Татарстан», Решат Гимальдинов, вице-чемпион высшей лиги КВН, Динара Вурговт, ведущая новостей телеканала «Татарстан-24» и другие. Усилия КВНщиков были по достоинству оценены жюри. И только самая смешная одержала победу. А именно команда «Экипаж» Казанского высшего танкового командного училища. Стоит отметить, что финал Лиги Республика выпал на 25-летний юбилей Клуба веселых и находчивых Республики Татарстан. Дети обожают задавать вопросы, которые нередко ставят взрослых в тупик. Почему небо голубое? Почему снятся сны? Почему у жирафа длинная шея, а у слона хобот? Специально для таких любознательных детей и их родителей в Елабужском институте КФУ открыт детский университет. Смотрите репортаж с места событий. Более 60 юных студентов посетили занятия детского университета в Елабужском институте КФУ. Первая познавательная лекция была посвящена истории игрушек, а затем ребята узнали историю появления и эволюции профессии учителя. Во время тематических мастер-классов ребята познакомились с принципом работы электрических сетей и энергетических установок. Узнали, как сила трения влияет на производительность грузоподъемных машин. А для родителей в это же время прошла открытая лекция, посвященная тому, как привить ребенку любовь к чтению в школьном возрасте и как правильно подбирать художественную литературу по возрасту. Много народа, все нравится тут, есть интересные лекции. Сегодня мне понравилось, как мы смотрели презентацию про старинные игрушки. Мы довольны, дети тоже. Сейчас вот занимается аудитория, очень увлекательно. Им очень все нравится. Нам тоже нравится познавательные лекции и для детей, и для родителей. В ходе работы творческих площадок студенты детского университета смогли своими руками изготовить елочные украшения и новогодние сувениры. Уже на этой неделе все участники проекта детский университет смогут посетить новогодние мероприятия в Елабужском институте. Валерия Муратова, Айдар Нурмеев, Универньюс. На этом наш выпуск подошел к концу. Не забывайте смотреть за нами в социальных сетях и оставайтесь всегда в курсе свежих новостей. Еще увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова